Когда мы переходим в творческую студию своего YouTube-канала, мы попадаем на главную страницу. То есть по умолчанию у нас выбран вот этот пункт в меню «Главный». И вы можете увидеть вот такой интерфейс. Какие сейчас поля есть на главной странице творческой студии? Во-первых, это верхняя строка, левое меню и основная часть. Давайте начнем с левого меню. В левом меню вы видите логотип своего канала, нажав на который вы можете перейти на его главную страницу. Внизу подписан какой-то канал и, соответственно, само меню, которое мы подробно рассматриваем в наших роликах по каждому из пункту, что в этом меню есть. Вот этот значок сворачивает это меню или разворачивает. Верхняя строка. Здесь у вас есть поиск по вашему каналу. То есть вы можете начать вводить заголовок и увидеть какой-то свой ролик. То есть поиск не по всему YouTube, а по вашему каналу. И выбранный ролик будет открываться именно вот здесь, в творческой студии. Затем у вас может, как у меня, стоять элементы интерфейса от vidIQ. Если у вас такого нету, значит у вас просто этот плагин не стоит. Опять же, как его установить, есть отдельный урок. Здесь у нас есть статистика и переход непосредственно в саму программу vidIQ. То есть в различные ее разделы. Затем у нас есть справка, где мы можем посмотреть данные в справке YouTube, если что-то непонятно. Кнопочка создать для того, чтобы залить видео, начать трансляцию или создать запись. И как всегда во всех страницах на YouTube наш логотип в верхнем правом углу, где у нас есть меню, в котором мы можем вернуться назад на свой канал, на главную страницу, сменить аккаунт, то есть перейти из этого канала в какой-то другой канал или же выйти из аккаунта. Теперь давайте посмотрим основную часть, что же у нас здесь есть. Вот здесь у нас в меню главное, вот здесь у нас уже написано панель управления каналом. И в предыдущих версиях творческой студии именно панель управления стояла и вот здесь. Поэтому в некоторых наших видео вы могли заметить, что здесь написано не главное, а панель управления. Это эквивалентное понятие, просто решили переименовать вот здесь в главное. Затем, вот здесь у нас продублированы значки, которые есть вот здесь. То есть это абсолютно то же самое, что мы видим вот здесь. Рядом находится, я считаю, что излишнее дублирование, но возможно пока просто тестируется, где чаще кликают и в какой-то момент останется или вот здесь, или вот здесь. Так я это вижу в будущем. Итак, на самом видном месте, в творческой студии на главной странице у вас всегда будет сообщение о том, что с вашим каналом что-то не так. Предупреждение об нарушении авторского права, какие-то обновления о том, что вы что-то нарушили, все это будет здесь. То есть нас часто спрашивают, а где теперь в творческой студии смотреть свои нарушения. Так вот, они однозначно будут вот здесь у вас показаны. Более того, если говорить об нарушениях, они не удаляются даже после исправления, поэтому вы всегда их будете тут видеть. Следующий блок – это новости. Сейчас у нас новостей нету, но обычно здесь несколько новостей, которые можно стрелочкой перекликивать. Следующий блок – аналитика по каналу. Здесь самое нужное сведение, кратко изложено – это количество подписчиков, какой их прирост и сведения по просмотрам и доходу на вашем канале за выбранный период. Сейчас тут 28 дней. Также информация по трем лучшим видео за последние 48 часов и возможность перейти в полную статистику по каналу. Следующий блок – это эффективность недавно загруженного видео. Опять же, какое у него место по числу просмотров в сетях значка и возможность перейти в статистику видео или в комментарии. Под новостями также есть блок с новостями о творческой студии, то есть какие есть обновления. Дело также можете перейти и почитать подробнее про то, что сейчас обновляется. Следующий блок – это идеи для вас. Как правило, здесь переходы или на ролики на канале самого YouTube или же на его уроке в Академии YouTube. Опять же, вам подсказывают, где можно подчеркнуть полезную информацию. Забоку вы видите виджет «Новые подписчики» за последние 90 дней. Они расставлены, как правило, по количеству подписчиков на том канале, который на вас подписался. Поэтому здесь будут не те, которые подписались последними, а самые, скажем так, крупные подписчики по количеству своих подписчиков, которые подписались за выбранный период. Отсюда вы можете перейти и посмотреть вообще всех подписчиков, которые у вас есть. Спускаемся чуть ниже и видим «Новые комментарии». Опять же, вы видите, какие самые последние были комментарии и можете перейти во все комментарии, чтобы продолжить с ними работу. Чуть ниже у нас есть последняя запись во вкладке «Сообщества». Опять же, если там что-то происходит интересное, например, видите, что много комментариев, вы можете перейти непосредственно в саму вкладку. Вот таким образом выглядит главная страница. На разных каналах она может немножко отличаться. Сейчас я покажу на других каналах, как видоизменяется эта страница, в зависимости от того, как меняются какие-то из разделов. Вот я перешла на другой канал, который мы ведем. И мы видим, что, во-первых, здесь нету плашечки с нарушениями, эффективность недавнего видео подтянулась наверх, новости здесь уже есть. И вот то, что я говорила, что вот эти стрелочки, если новостей несколько, можно переходить по ним. Обновление и идеи на том же месте, под новостями. Аналитика по каналу, опять же, находится в том же месте, но так как, например, на канале нет монетизации подключенной, здесь не отображается доход, да, то есть стало меньше пунктов. Недавние подписчики, новые комментарии и вкладка «Сообщества». Видите, все на месте. Еще один канал для сравнения, не канал бренда, а личный канал. То есть как на личном канале выглядит эта страница в творческой студии. Итак, вот мы на личном канале. Как видите, здесь нету информации о последнем загруженном видео. Дело в том, что на этом канале есть ролики только по ссылке, соответственно, не собирается статистика по просмотру, по удержанию. И вот здесь вы видите, вместо показателей, предложение добавить ролик, да, то есть у нас немножко изменилось. Новости, обновления и идея, все на старых местах. Аналитика по каналу, несмотря на то, что ролики скрытые, все равно ведется, то есть все равно есть просмотры, все равно есть лучшие видео, сколько подписчиков, то есть все равно этот вот блог остался. То же самое, новые подписчики сохранено, новые комментарии, но так как вкладка «Сообщества» не открыта, она отсутствует и на главной странице. То есть, как видите, в зависимости от того, что подключено на вашем канале и меняется вот эта вот главная страница творческой студии. Но, в целом, ее структура остается такой же и то, что YouTube считает наиболее важным, он ставит выше и левее. Вот мы с вами и познакомились с интерфейсом творческой студии YouTube, с его главной страницей. Зайдите в творческую студию на главную страницу у себя на канале, посмотрите, все ли у вас совпадает также, как у меня. Возможно, вы не замечали каких-то блоков, которые есть внизу. Попробуйте попереходить по разным ссылкам, посмотреть, куда они вас приводят, чтобы проще ориентироваться в творческой студии. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok